МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. То, что мы делаем, это направлено на благо нашего города, наших жителей. Десногорск присоединился к всероссийской экологической акции. Такая зрительская реакция, которая была, и та благодарность, которую я получила в результате, подтверждает в очередной раз, что программа, она действительно складная и приносящая людям радость. В Десногорске продолжается реализация отраслевого проекта «Территория культуры Росатома». Казачьи игры в Десногорске. Ну, это наши дети, это наше поколение, и мы его должны именно вырастить таким правильным, чтобы они ценили, ощущали поддержку, товарищество, дружбу. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки. На плановом совещании с руководителями подразделений директор «Смоленская АЭС» сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В целом в работе 25 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков. Суммарная мощность 21 579 мегаватт, суммарная выработка 59 351,7 миллионов киловатт-часов, что соответствует 104,3% к заданию ФАС. О техническом состоянии «Смоленская» сообщил главный инженер предприятия. В работе блок номер 2, блок номер 3, суммарная нагрузка 2078 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. 6 числа 046 первый блок был остановлен для вывода в текущий ремонт. В настоящее время выполняются работы по графику. Выработка электроэнергии «Смоленская АЭС» за 9 дней апреля составила 400 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 16 миллионов. С начала года «Смоленская АЭС» выработала 4,8 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке «Смоленская АЭС» и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Активное участие в общегородском месячнике по наведению чистоты во дворах, парках и на улицах – одна из главных тем, вынесенных на повестку совещания Совета руководителей предприятий. На очередной встрече, состоявшейся 4 апреля, общественная организация во главе с председателем, директором «Смоленская АЭС» Павлом Лубенским, обсудила актуальные для Десногорска вопросы, решения которых требуют совместных усилий. Акция «Зеленая весна», которая проводится по инициативе неправительственного экологического фонда имени Вернацкого во всей России, за свою пятилетнюю историю стала одним из самых массовых добровольческих проектов нашей страны. В Десногорске ее традиционно предваряет апрельский марафон по уборке города. К коммунальным службам присоединяются предприятия и учреждения. В этот раз единым фронтом выступят и все общественные организации. По мнению главы Десногорска, экологические акции, месячники, субботники – отличная традиция муниципалитета, объединяющая поколения, пропагандирующая общечеловеческие ценности. Чистый город нужен в первую очередь нам самим. То, что мы делаем, это направлено на благо нашего города, наших жителей, для того, чтобы город процветал, развивался. И в этом формате общения мы решаем те проблемы, которые волнуют нас как руководителей, но и, соответственно, волнуют наших горожан. В 2019 году Десногорск первым на Смоленщине приступит к ремонту уличной дорожной сети. Поддержка губернатора Алексея Островского, выделившего из резервного фонда региона более 12 миллионов рублей, позволила заранее пройти документационный этап. На разных этапах к решению проблемы подключались генеральный директор концерна «Росэнергатом» Андрей Петров, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, глава Десногорска Андрей Шубин. Запланирована реализация и других социально значимых проектов. Как свидетельствуют данные соцопросов, в Десногорске с уважением относятся к Совету руководителей предприятий. В Десногорске продолжается реализация отраслевого проекта «Территория культуры Росатома». Одним из его многочисленных мероприятий стал творческий вечер заслуженной артистки России Анны Большовой, который прошел 4 апреля в Центре культуры и молодежной политики. Популярная актриса театра и кино Анна Большова представила Десногорскому зрителю насыщенную и душевную программу «То, что люблю». В нее вошли песни из кинофильмов и спектаклей известных российских авторов Булата Куджавы, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Алексея Рыбникова, стихи Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама и многое другое. «Я с удовольствием, во-первых, езжу с концертами. Есть программа, которая действительно как-то получилась достаточно душевной и здорово воспринимается зрителями, и я получаю от этого удовольствия большое. То, что меня эмоционально затрагивает, то, что мне нравится, то, что я могу ретранслировать зрителю и вложить что-то свое личное. И, собственно говоря, такая зрительская реакция, которая была, и та благодарность, которую я получила в результате, подтверждает в очередной раз, что программа, она действительно складная и приносящая людям радость». По словам руководителя программы «Территория культуры Росатома» Оксаны Конышевой, в 2019 году, объявленном в России годом культуры, жителей атомных городов ждет интересная культурная программа «Встреча с известными артистами». Для госкорпорации важны территории, где находятся объекты атомной промышленности, где находится наше предприятие. И, конечно, очень важен социальный климат в городах, где живут люди, где работают сотрудники госкорпорации «Росатома». Поэтому это одно из направлений, куда вкладываются средства и развивается культура в территориях. «Мы открыты всегда к диалогу. Нам очень интересно находить новые идеи, новые проекты. Все это направлено для того, чтобы в городах было интересно жить, чтобы талантливые творческие люди в области культуры находили свою реализацию». Громкие аплодисменты, автографы, фото на память. Зрители долго не отпускали любимую артистку. Десногорцы были покорены силой ее таланта и благодарной подаренной встрече с большим искусством. 6 апреля Десногорск вновь стал центром казачьей культуры. Более 10 делегаций из разных уголков страны, более 70 участников, а также команда Десногорских патриотических клубов приняли участие в этнических казачьих играх «Казарла» и межрегиональном чемпионате Центрального федерального округа по рубке шашкой среди кадет и юниоров, проходивших на стадионе акционерного общества «Атомтранс». Организовали соревнования Смоленское региональное отделение Федерации рубки шашкой «Казарла» при поддержке администрации Десногорской и Смоленской АЭС депутата областной думы Михаила Лосенко Десногорского хуторского казачьего общества. Этнические казачьи игры – масштабный проект, объединивший как потомственных казаков, так и вновь вступивших. С 2005 года они проводятся в разных регионах Юга России, впервые в Центральном федеральном округе. Приветствую на Десногорской земле участников соревнований, глава города Андрей Шубин подчеркнул, что такие мероприятия – настоящий праздник для десногорцев. Он выразил уверенность, что казачество и дальше будет развиваться в городе атомщиков. Казачество тоже имеет свои богатые традиции. Это, конечно же, служение Отечеству, и одна из них – это воспитание подрастающего поколения, воспитание в духе любви к Родине, любви к Отечеству. В сегодняшнем турнире всем участникам желаю ярких побед, пусть победит сильнейший. Получив благословение протеерея Виталия Сладкова, участники соревнований ринулись в бой. Они проявляли ловкость и сноровку в пластунском многоборье, конные эстафетти, метание пики, владение кнутом и нагайкой, смогли попробовать свои силы в перетягивании каната, перетяжке палки, в старинной казачьей забаве шайгадары. Казаки – это же как бы вольный народ, нравятся их нравы. Рубка с шашкой. Я хочу постичь казачье мастерство. Как известно, гордость казака – это шашка, владение которой – особое искусство. Юниоры показали мастерство в рубке мишени на стойке вперед, рубки в вывешенной мишени, рубки лозы по меткам, рубки каната по меткам и рубки лозы под шапкой. Зрители, несмотря на неласковую погоду, пришедшие в этот день на стадион «Атамтран» с семьями, остались довольны увиденным, особенно дети, которым удалось погладить и даже покормить лошадей. Начался ППР. Я был его непосредственным участником. Всю ночь бегал, отключал, включал ГЦНа, крутил задвижки, очень сильно устал. Но слово «сказарла» сподвигло меня на приход сюда. Для того, чтобы все это запечатлеть, увидеть, подпитаться этим духом казацким, услышать это слово «люба». По итогам состязаний были определены лучшие в номинациях победители и призеры по итогам эстафеты. Юные казаки получили в награды почетные грамоты, медали, шашки, а некоторые – желтые темляки, означающие переход на более высокий уровень мастерства. Уверенность в себе это придает и силы. Мы физически развиваемся и умственно. Познаем, какие были наши предки и что было до нас. На самом деле это очень интересно. Я очень рад, что мы победили. Слава Богу, что мы казаки. Главный судья соревнований, руководитель регионального отделения Федерации по рубке шашкой Александр Селянин отметил, что главная цель проекта – приобщение подрастающего поколения к традиционной культуре казаков и развитие прикладных видов спорта достигнуто. 31 марта в Десногорске впервые прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников детских военно-патриотических объединений. Его организатором выступил клуб «Школа выживания Тайфун». В стрелковых баталиях состязались семь команд, представлявших военно-патриотические объединения всех четырех школ города, а также клубы «Ангел», «Юнармия», «Школа выживания Тайфун». В каждой команде пять юных стрелков. Соревнования прошли в тире школы номер 4. Как оказалось, пострелять из настоящего оружия мечта не только мальчишек, но и девчонок, которые ничуть не уступали в меткости будущим защитникам Отечества. Мне нравится военное дело, люблю увлекаться им, в школе хожу, стреляют. Я своими результатами по стрельбе очень довольна. Участники соревнований стреляли по спортивной мишени на олимпийской дистанции – 10 метров. Каждому было дано по пять пробных и пять зачетных выстрелов. Положение стрельбы – на выбор, лежа с опорой на локоть или стоя. Самым метким стрелком по итогам соревнований стал Александр Плаксин. Второе место занял Савелий Гладков. На третьем месте – Артур Просветов. В командном зачете лидировали юные патриоты школы номер один. Им достался переходящий кубок турнира. Второе место завоевали юно-армейцы, третье место – у школы номер два. Сегодня цель была первая. Это, естественно, соревновательный процесс по стрельбе из винтовки. Как бы повод был такой собрать. И самое основное – это как раз собраться всех клубов в одном месте, чтобы мы познакомились, какие-то планы там оговорили, да, мероприятия может проводить друг с другом или вот помогать в проведении мероприятий. Цель, конечно, это воспитание юного поколения, патриотизма. Понятно, в своих клубах они проходят, изучение истории, культуры. Но это наши дети, это наше поколение. И мы его должны именно вырастить таким правильным, чтобы они ценили, ощущали поддержку, товарищество, дружбу. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в конкурсе «Молодежная столица Росэнергоатома». Найди идею, сформируй команду, запусти проект и сделай свой город молодежной столицей. Построй город будущего. Успей подать заявку на конкурс. Подробности на сайте столицареа.рф А на этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин